Меня зовут Сергей Филипчук, заводник в игры сувалки и ответим на ваши вопросы, которые написали мне на фейсбуке. Машь добре уложенную левую стопу, каждый шал есть загружение. Спасибо. Чему за тем не шала жутовольных? Ну, акурат, как на анализе муве тренер, кто может шалять с одной стороны, с другой стороны, чили, как бенда шал с левой, то аккурат подхожу до тех шалов. Гра пан несамовита добже. В каких пан в бутах наилепище гра? Ну, мам такую ногу широкую, тому выбрал им буты наики хипервеномы. Поздравляем. Поволи сближается конец пана карьеры. Хм, интересно. Видишь же пан в роли тренера. Ну, доперва начинаем się грать в пилконожную, але в роли тренера на разы не приведую. От 2013 года межка пан в Польске. Чи планує застать в нашем краю, чи замерзжа вручить на Украину? Ну, повем так, что, как приходил тут до Польси, то тоже не видел, как тут бенду грать. Ну, и так все стало, что заграем 3 месяцы, позже продолжил все контракты на 2 лет, позже еще. Ну, и так уже уже акурат тут 5 лет межкам, то невидомо, особенно за 1-2, может, за 5. Может, и застану тут. Учишь же пан в школе музычной, чи потрапит пан грать на якимсь инструменте? Чи любит пан шпевать? Так, очевидно, играл им на аккордеоне, скончил им еще школу, и ходил до школы 6 лет, правее. Ну, и первые 2-3 лет ходил им, как можно сказать так, с хенчу, а позже уже так мама сказала, чтобы скончить ту школу. Ну, и джинка маме и тате же допроводили меня до конца, чтобы я тут скончил школу. А че любят шпевать? Ну, с коллегами можу пошпевать в караоке. И то тиле. В каком клубе начинали свою карьеру как детство? Как детство начинали така ФК Зміїв. Така, из воеводства была такая дружина. Ну, а позже приехал до Харькова в 13 лет до спортшколы такие классы. Така у нас была класса спортивная. Мы там мешкали, училище. Ну, и играли на в лиге украинской такой, в юниорской. На какие позиции играть еще на лепее? Ну, завши граем на боку помоци, або с левой, або с правой помоци. През длогий час играли в мисше 100 России. Что наиболее из этих часов затрималося в памяти? Конкретный мяч, альбо шелона брамка, альбо что-то другое. Ну, в России играли так вправе 7 лет, и очень хорошие вещи там было, можно много рассказать, но наиболее запомнилось это первый мяч в лидзе, в экстраклассовой. Это была с ЦСКА Москов. Позже, и первая брамка, очевидно, шелона водчику Ковалевскому, аккурат, который по ходе стонт. Ну, так ше трофило. Ну, и файных жечей в угольне было, можно дуже-дуже оповедать. И в чем наиболее из твоего пункта видзеня руженще життя в России и Украине от життя в Польце? Спасибо. Напевно, ктось русский, человек написал. Повем так, что есть свои плюсы, есть свои минусы, но наиболее венцией плюсов, что в Польце сейчас лучше жить, чем, например, в Украине. Сейчас такой, можно сказать, экономический кризис в Украине и лучше жить здесь. в последний раз. Любишь шелать с дистанцией? С дистанцией. Как оценишь шансы в игре на экстра классы? Ну, любишь шелать, но если есть такая возможность, то стараюсь шелять. а оценяем шансы на экстра классы в игре, то шансы есть всегда. Главное, верить в себя и верить в дружину. На какой позиции начинал пан грать в пилке ножно? Как пану мешка еще в сувалках? Поздравишь? То сразу поздравляем. Начинал им завси грать на боку пану помоци и акурат до той поры граем на боку помоци. А как пану мешка в сувалках, то уже так, призвычайные такие маленькие, файные, спокойные місцовища, которые где, ну, наибадже и подобающие, когда тут лято, что можно поспоцировать, обе жить в околицах, местечко такого, что озера дуже, можно на гриле путь, чили файны. Чи маш пропозиции игры в кторым из клубов экстра класса? Ну, как бы мав, то на певно видел бы. А как оценят уровень в первой лиге в поровнании до экстра класса? Ну, что же говорить, что в первой лиге тяжелее играть, чем в экстра классе. Тут трошки меньше волки в первой лиге, чем играние в пилку. Тому так. Важаю, что пан, что Неймар сдобедит в этом году злоту пилку. Ну, в этом году не знаю, но, наверное, когда-то сдобедит. То пилка с большим потенциалом, и, наверное, в втором сроке сдобедит эту пилку. Как ты знаешь особисто Андрея Шевченка? Аккурат особисто не знаю. За какими репрезентантами Украины малишь окази когда-то грать в одной дружине? Ну, в одной дружине не мялим окази, но граем в репрезентации У-21 с большими полкашами, например, Андрей Пятов, который сейчас броняет шахтар Донецк, Артем Милевский, Александр Алиев. Чили была такая файна дружина, которую мы сдобыли в другом месте на Евро У-21 в 2006 году. Утшимуешь контакты со своими родоками, которые обычно працюют и мешкают в сывалках? Ну, не утшимую контакты. Не вем, кто тут и мешка, на правде. Чи любишь грать на позиции помощника и на какие позиции игралишь когда-то, как детство? Так. Улюбляем грать помощником, боксным, и как малым был, то тоже аккуратно меня завсши тягнуло на бок. То и до той поры тянги. Чи любишь сывалки кибуцов? Очевидно люблю. В каждом месте, в котором мешкал и играл им, то полюблям своих кибуцов, но, например, в сывалках, хотелось бы, чтобы их больше было тут, на стадионе. Чеш, в каком был веке, где начинал играть в пилку? Ну, начинал играть от 8 лет, потом приехал, потом приехал, приехал до дружины Митали из Харкова, был там 2 лет, в 2-й дружине, потом приехал до 1-го зоспалу, потом приехал до России, где играл за такие клубы, как Спартак Нальчик, ФК Химки, Шинник Ярослав, потом возвращал снова до Украины, где играл в Волынь, Луцк, ну, и аккуратно, и потом, в 2016 году, приехал до Короны Кельца, где тоже играл, почти 4 лет. Аккуратно, когда пришел на стадион, с татом, когда меня проводил, то играли с хлопками, и вышел на эту мураву, и сказал, что это, это, наверное, тоже и хорошая такая забава, на начинку было, а когда уже приехали до Харкова, до спортшколы, то уже начал так, на поважнее играть. Как выглядит твой день тренинговый, или мати тренингов тыгоднево? Которые месяцы в табеле приведуешь для Вигер под конец сезона? Вешеный экип, улице лежит стадион Вигер. Ну, на первое питание ответим так, что, сейчас, например, как мы обуз, то мы по два тренинга, как всегда встаю рано, обязательно съем шнеданку, первый тренинг, потом обед, немного отдыха, второй тренинг, ну и вечерком немного спать время с семьей, ну и до спания. А какое место приведуешь для Вигер под конец сезона? Ну, приведуешь можно что-то, но надо просто выходить на каждый матч, и выигрывать, а под конец уже пачить. Цебенде. Вешеный экип, улице лежит стадион Вигер за женьте 26. Спасибо за все вопросы, которые написали мне на фейсбуке, и номиную на на следующем, Петр Акулашняска.